Всем привет! Мы находимся в Якутске, в Якутии, и сегодня у нас очень классный гость. Это физик, кандидат физико-математических наук Бурцев Николай Николаевич. Рад приветствовать! Привет! Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вот вы уже давно занимаетесь изготовлением хамусов, варганов, также изучаете хамус с точки зрения физики и других моментов в злокотерапии. Немножко вот расскажите, как вы к этому пришли? Ну, как пришли, как бы само собой это получилось, потому что мой отец Бурцев Николай Петрович, он как бы мастер, кузнец и учитель, он постоянно что-то делал, занимался. У него был и школьную мастерскую он организовал, там слесарка была, значит, кузнечное дело у него было, и все дети там занимались и изготавливали что-то постоянно вот этим, да. То есть раньше-то у нас была дисциплина труд, да, вот там они изготавливали, табуретки делали, там различные утварь железную делали, и все это хозяйственный магазин сдавали, и как бы школа на этом зарабатывала, и на этом оборудование покупали. И поэтому у нас мастерская была очень оборудована, там очень много станков было. И я вот с детства вырос прямо около верстака, в стружках, играл со стружками и так далее, и поэтому все как бы так органически получилось. Я с младшего класса работал на этих станках, прямо я, если не доставало, ящик ставил и на нем стоял и на токарном станке что-то делал. То есть с малых лет? Да, с малых лет работал, потому что постоянно с отцом ходил. Вот и поэтому, чем отец занимается, тем и как раз я тоже занимаюсь. И вообще хохомусы каким образом пришли? Мой старший брат Василий, он поехал учиться в Куйбышевский политехнический институт. Это сейчас Самара называется, да, вот Куйбышев. Куйбышев, он политех, и он параллельно работал еще в Олжской гидроэлектростанции. И вот один раз он приехал и привез с собой хомус. Он там сам сделал хомус. То есть когда человек куда-то уезжает далеко и так далее, видимо, ностальгия, и он изготовил хомус. Мы даже и не ожидали. И вот мы впервые увидели вот этот инструмент, который называется хомус. Мы вообще до этого не знали, потому что все практически забыли этот инструмент. И мы тоже загорелись сделать такой же подобный инструмент. Ну, конечно, отец начал, и у него получилось весьма недурно. Хомус начал прямо оттуда играть. И вот я тоже захотел сделать, сперва у меня не получилось. Потом изготовил второй, там начал немножко звучать. Но мы тогда, как хомус делать, мы не знали. Мы вот это вот основание начали делать из пружинной стали. Вот взяли амортизационную вот эту пружину, амортизатора мотоцикла, и с большим трудом его выпрямили. Оттуда еле-еле сковали вот этот инструмент. Потом оказалось, что вообще корпус надо делать из мягкого металла. Мы это не знали. А потом уже пошло, поехало, и вот изготовили. А к тому времени по радио начали передавать игру одного очень известного тогда исполнителя. Это Трунин фамилия была. Вот он здорово играл. Мы прямо заходили прямо в радиоприемник, и вот этот абонентский, как вы говорите, они слушали, как играет. Вот как хомус, оказывается, играет. Мы просто завороженные были. И у нас повальное увеличение получилось, что начали новые хомусы делать. К этому делу поспели выставки различные. И вот на этих выставках отец получил дипломы, потом поощрение. Потом эти хомусы пошли уже в город. Там на республиканских соревнованиях тоже он получил диплом и так далее. И таким образом все пошло-поехало. Пошло-поехало. Интересно. Да. И оказалось, что этим сейчас начинают заниматься уже достаточно широко. У нас был единый научно-метрический центр культуры. И вот на базе его организовали выставки, конкурсы и так далее. И там первые места получили. И вдохновленные этим как раз вот начали заниматься этим делом. Тут уже пошли как бы запросы. Люди начали проявлять интерес и вот начали делать. Но в те времена, когда играют на концерте на хомусе, это очень тихо звучит. Микрофона такого нормального нету, не было. Ни усилителя и так далее. Поэтому вот отец говорит, надо бы как-то усилить звук, чтобы помощнее было, чтобы ему можно было на концертах выступать и слышно было. И он вначале сделал очень большой хомус, вот такой, по размеру. Но поиграли на нем, но не очень хорошо получилось, потому что хомус очень большой, а играть на нем неудобно. Тогда он пришел к выводу, что надо создать такой хомус, который маленький, но он имеет такой громкий звук. И тогда он придумал вот такую трехточку. Вот это его хомус, где вот это... Реализованного-то. Вот три точки крепления. В этом случае у нас уже работа язычка совсем в другом режиме. Там уже противовес получается. И тут аккумулятор колебательной энергии, колебательной энергии. И у нас инструмент получился очень громкий, звучный. И в то же время очень комфортно на нем было играть. И вот такая конструкция, она прижилась, очень хорошо пошла. До сих пор мы вот такую конструкцию делаем. Вот, например, один из таких хомусов у нас перед вами. Вот такой вот хомус. Он очень громко играется. Вот, ага. То есть таким образом уже мы стали профессионально уже начать делать хомусы. Теперь, значит, отец говорит, что однотонная работа, вот инструмент вообще-то считался однотонным, да, однонотным. И он говорит, что давайте мы сделаем нотированные хомусы, чтобы набор был до, ре, ми, фа, соль, а, си. Да, все нотированные хомусы, они, допустим, разных нот. И представлялось таким образом, что один исполнитель бо играет, другой ре играет, и так далее. И по нотам у нас должно получиться, да. Вот. Таких наборов мы достаточно много сделали. И распространили по всем клубам. Вот. В музеях уже хранится давно уже вот такие наборы. Но мы подумали, что так уже не очень-то реально, потому что ансамбль сидит и дожидается, пока его нота появится, так далее. Но это как-то не прижилось, и мы сейчас сочли, что это не перспективно. А потом уже, когда я студентом стал, мне попалась книга Льва Сергеевича Термена. Он выпустил книгу, которая называется «Физика и музыкальное искусство». Вот эта книга меня поразила. Я там увидел, что, оказывается, ноты имеют частоты, частоты, они определенные. Вот у Льва Сергеевича табличка там такая, в соответствии с нотами, к частотам, да. И таким образом вполне можно, допустим, сгенерировать и можно получать искусственное звучание. И электрон. У меня появилось понятие электронной музыки, да. Электронной музыки. Он создал термин-вокс, так называемый, и там он извлекал из него такие, прямо такие космические звуки. Меня это очень впечатлило. Вот эта книжка сыграла мне очень решающую роль. Я даже, когда аспирантом был, хотел к нему приехать в гости, познакомиться, но еще как-то не получилось. То есть, ага, справочное бюро даже нашел его адрес, но почему-то не пошел. И я сейчас очень жалею, что с ним так не познакомиться. А он помер совсем недавно, в 93-м году помер. Был очень таким гениальным изобретателем, очень интересным человеком. Он изобрел и послушивающий аппарат, и сигнализацию авиации с самолетом, допустим, свой, не свой, вот эту систему. Работа в шарашке, многие секторные разработки у него есть, да. Было бы очень интересно, конечно. Ну, дальше, конечно, я это дело подзабыл, потому что поступил в Якутский государственный университет, физико-математический факультет, и учился по специальности физика. Выучился по специальности физика твердого тела, занимался материалами, порошковой металлургией, и все это как-то забылось. Но когда в аспирантуре в Томском политическом институте, в университете, в Томском политическом институте был институт, Сибирский физико-технический институт, я там в аспирантур проходил, и там, опять-таки, как бы издалеке тоже одолел ностальгия, и вспомнил вот эти вот хамушные дела, и написал статью, которая называется «Древний и вечно молодой». Да, вот, я подумал, что такое название подойдет, я, думаю, не прогадал, потому что до сих пор это вот как-то очень, ну, является как бы у меня вот таким вот лозунгом, что ли. И вот в этой статье я уже вполне целенаправленно уже описал, каким образом должна развиваться наука в хамусе. То есть это из-за манс, что там агертоны появляются, и так далее, это все можно услышать. С точки зрения физики, да? Да, с точки зрения уже физики, тогда уже у меня как бы сформировалась своя точка зрения вот к хамусной музыке, и я считаю, что до сих пор вот это развиваю, то, что заложено в этой статье, вот сейчас я просто развиваю, развиваю. Ну, и опять это все дело как бы забылось, потому что тогда говорили, а зачем вы хамусом занимаетесь? Это же старье, это атовизм, а почему вы этим занимаетесь? Да, вот недовольные были люди. Ну, мы что-то вот этим занимались, но как бы отец уже как бы системно занимался, он этим делал, но я, будучи как бы заведующим кафедрой теперь уже, занимался совсем другим делом. Интереса не было и как бы забывал. Вот благодаря Ивану Ивановичу Алексееву, который вот здесь выступал, да, я вот как раз время от времени все-таки возвращался к хамусу. Вот, он постоянно напоминал мне и так далее, и я время от времени инструменты делал. Ну, и следующим шагом была эта организация первого конгресса хамуса. Это, дай бог памяти, в каком году было, достаточно давно это было уже. И в этом конгрессе вот Иван Иванович тоже говорит, давай, да, давай, статью напишите и так далее. Я припирался очень долго-долго, а потом написал все-таки статью, плакаты написал. Вот здесь вот эти рисунки и так далее, это вот плакатов, которые в этом конгрессе я доложил. Там как раз была, значит, акустика хамуса и методы по пути его учения. Вот так назывался. И вот тут как раз конструктивные решения. Вот это у нас ряд фурье, то есть каким образом все это делается, так далее, все было описано. Вот эти исторические теперь уже плакаты, они где-то у меня хранятся. Вот так бумага, электронное видео, они вот так и есть, да. Конечно, в итоге все вот эти конструкции и так далее, они как бы имели место быть. То есть вот эти конструктивные решения я еще в школе делал, а сейчас уже пошли как бы в Сирию, пошли уже. То есть и другие мастера тоже делали в рекутии. Да, и другие мастера, они начали делать вот именно такие вот, даже запатентовали некоторые вещи, да. Вот я не стал его патентовать, да, вот. Класс. И в этой статье я расширил ту же тему, которую я в газете написал в 77-м году. И опять-таки там ограничения, потому что, ну вот, как сегодня видели, предмет очень обширный, да. Я сегодня даже не все рассказал, как бы получается. Да, интересно. А вот вообще, получается, есть такой миф, то, что хамус в органу издает только один звук. Ну, одну ноту, одну чистоту, но получается это совсем не так, да? Да. Вообще раньше бытовало мнение, что это только одна нота, это монотонный инструмент. Он издает вот нудный такой звук, который называется, бурдон называется, бурдон. И на этом, то есть это такой шумовой инструмент, допустим, вот такой, да. И вот когда мы вот таким образом посмотрели, и даже в Институте космофизики мы со своим высшим студентом измерили, и вот, то есть сняли спектр вот этого звучания хамуса, вообще мы поразились, потому что вот оборудование, которое вообще использовано в оборонной тематике, вот тогда передовой был этот спектрограф, и мы увидели, что инструмент, он перекрывает все октавы, да. Более того, он даже простирается дальше. И мы вообще ошеломлены были, и вообще, как говоря, слов лишились, да. И пришли к мнению, которое мы написали в докладе, что, оказывается, мы слышим этот не бурдон, не одну ноту, которую вот дает один язычок, а обертоны, обертоны, которые формируются во рту, да, вот полость рта, и как мы увидели, что это трахеи, это вот горло, это носоглотка, все это формирует все эти обертоны. И мы, значит, изменяя вот параметры вот этого резонатора ротовой полости, мы можем изменять вот доминирующие обертоны. В итоге мы можем, любое художественное произведение мы можем воссоздать. Вот у нас Пиридон Шишигин, который является импровизатором, он даже там венский вальс играет и так далее. То есть у него очень большие, обширные возможности, оказывается, у этого инструмента. То есть там содержатся разные ноты в разных октавах, и все это в огромном частотном диапазоне. Даже ультразвук доходит. И инфразвук, и ультразвук. И, кстати, вот насчет вот этого инфразвука. Вот в том конгрессе, когда мы спектрографии снимали, мы увидели, что там появляются еще унтертоны. Унтертоны – это почти эти же обертоны, но они простираются в низкой части. То есть если, допустим, 300 Гц, то это будет 150 Гц, допустим. То есть вот такие унтертоны. А эти унтертоны мы там обнаружили и пока не придали значения. Потом оказалось, что эти унтертоны, они лежат в частотах, которые резонируют биоритмы. Альфа-ритм, театаритм и так далее. И они ответственны за тот эффект, который делает вот этот инструмент. То есть под его музыкой люди как бы впадают в транс, оказывается. И таким образом я пришел к выводу, что в этом виноваты вот эти как раз унтертоны. И вот такой вот эффект хомбусной музыки, такое вот это именно связано с наличием вот этих унтертонов. И эти унтертоны, они, оказывается, возникают не сразу. Потому что вот эта вся трафея и так далее, вот эта часть, где унтертоны рождаются, это же столб воздуха, который имеет достаточно большую массу. И его расколебать, оказывается, требуется время. Поэтому они возникают где-то через полторы секунды, через две секунды появляются. И таким образом, оказывается, когда вы играете на медленный ритм, то они потом возбуждаются и появляются. Сразу не появляются. Интересно. Да, и поэтому те инструменты, которые имеют короткое дыхание, то есть необходимо часто его возбуждать, или быстрый темп игры, не дает им вот появиться. Унтертоны там не появляются. В итоге вот такого эффекта не получается при быстрой игре. Такой эффект появляется, когда медленно играют. То есть это якутский стиль игры, который называется свет орды. Вот тогда там эти унтертоны появляются. И это свет орды, игра имеет вот такое свойство. Вот воздействовать психоэмоциональное состояние, изменять вот у человека. Оказывается. Вот почему я вам говорю, что оказывается, вот свет орды и вот якутский музыкальный инструмент хомуш, который специально создан для вот таких, такого стиля, такого медленной игры, вот как раз они сами подходят именно для музыкотерапии. Хомушотерапии, да. Почему я называю именно хомушотерапию? Потому что именно хомуш, он как раз приспособлен для медленной игры. К сожалению, вот эти маленькие инструменты или с коротким дыханием, они для этого не годятся. Конечно, есть другой подход, что это называется фонированием. Фонированием. То есть это человек для того, чтобы у него кровоснабжение было стимулировано, необходимо так называемые биологические микровибрации. И вот как раз хомуш, он как всякий музыкальный инструмент, он, возможно, дает возможность вибрировать всему телу и таким образом заставляет работать капиллярные насосы, микронасосы в сосудах и таким образом стимулируя кровоснабжение, обеспечивает оздоравливающий эффект, оказывается. То есть тут многоаспектный. Вот эта музыкотерапия, хомушотерапия, она имеет многоаспектный характер. То есть разное воздействие с разных сторон. Да, с разных сторон. Вот с одной стороны чисто механическая вибрация, а с другой стороны это воздействие на психоэмоциональное состояние человека. И здесь как раз целое поле деятельности. И сейчас вот как раз поднимается бум в этом плане. Многие очень интересуются этим делом. Мы даже два раза семинары делали, там полно народу было. И мы там первые свои исследования изложили. Вот сейчас как раз третий раз я завтра буду об этом говорить в более обширном виде. Ну, вообще, конечно, очень интересно открывать разные грани органов, хомусов. И приехав сюда, посетив ваш семинар, узнал очень много нового. И хотелось бы еще рассказать немного о ваших инновациях. Вот кроме трех, вот этого трех крепления в хомусостроении. Еще какие-то были, да? Конечно, есть. У меня 17 изобретений, из них 10, они посвящены хомусу. Там самые разные конструкции есть. А в самом деле, когда я патентный поезд сделал, я обнаружил где-то 42 патента. Ну, то, что мне удалось найти. Это начиная с древних, практически американских, английских патентов до современных. И там очень много различных конструкций. Вот тоже теперь уже послезавтра, видимо, да? Вот я там расскажу, какие конструкции есть, как они достигают своего эффекта, достигают или не достигают. То есть систематизацию сделал. Конечно же, там очень много интересного. Хомус, он вроде бы очень простой, даже примитивный инструмент. Состоит просто из двух частей в основании язычка, да? Там как бы некоторым покажется, что там и исследовать-то нечего. А в самом деле, как я вот в своей науке, физике я наблюдаю, тем проще предмет исследовать, тем сложнее получается. Вот мы сегодня видели, как формируется музыка фортепиано, пианино. Там все разложено, по клавишам разложено, все понятно и очень просто, да? И там даже говорить нечего, как будто бы, да? А вот здесь никаких клавиш нет, никаких этих нет, но тем не менее возникаются вот такие странные звуки. Вот, поэтому вот внешний вид, он и обманчив. То есть там тем дальше, тем больше, как бы, интереснее получается. Некоторые вещи вот раскрываешь, когда вот докладываете, говорите, рассказываете другим, и вдруг обнаруживаете, что это не так, что, оказывается, еще есть что-то интересное и так далее. Вот, то есть это очень интересно. Здорово. Поэтому я никак не могу оторваться вот от этого инструмента. Класс. Мы еще хотели, может быть, ваш хамус показать, как бы, с другой точки зрения, ну, как бы, сыграть на своей технике и, ну, если вы позволите. Конечно. Чтобы немножко еще, как бы, раскрыть ваш инструмент. Он довольно-таки такой длинный, да, получается? Достаточно большой, ага. Решить это более очень красивый. Ну, разновидности есть, я вам покажу. Ну, давайте сыграю на своем стиле, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здорово. Классно. Хорошо. Классный инструмент, прям такие вибрации, интересные, оригинальное звучание. Здорово. Спасибо за такую возможность. Здорово. Ну, много разновидностей вот этого инструмента. В музее хранится там часть. Есть вещи, которые вот здесь можно показать будет. «Давтра я покажу вам, какие хамусы я делаю». Двухъязычковые, да, тоже? Двухъязычковые тоже делали, да. Его осилограммы мы видели, еще покажем. Ну-ка. Интересные там такие вещи есть. Это здорово. Ага. А так вообще, получается, это у вас уже такое семейное, можно сказать, дело, да? Или хобби, где много уже. Это хобби, конечно, да. И отец ваш занимался. Да. Сыновья, наверное, тоже дети, как у вас. Да нет, пока. Ну, у меня там девчата. Девчата, они… Ну, вот эти внуки есть, может быть, они займутся, не знаю. А есть учеников много семинаров, я такие постоянно проводил и провожу. Я являюсь президентом Ассоциации кузнецов и металлоговой республики Саха-Якутия. Являюсь действительным членом Российской кузнечной академии. Там достаточно высоко отсидели наши наработки. Круто. А вот металл, получается, это вот я слышал, то, что в Якутте чаще всего мастера изготавливают, ну, сами вообще, да, из нуля и даже добывают металл. Да, совершенно правильно. Полностью, да? У вас тоже так же, да? И раньше добывали, у нас вообще железная культура народа Саха есть, да? Мы его воссоздали. Тоже мы, как и хомус, чуть не растеряли это дело. В самом деле, месторождений у нас много. И рассыпных, и коренных месторождений. Руды, железа много достаточно. И даже вот руду добывали и добывали железо в период Второй мировой войны. Вот там как бы госзаказ был, и его туда сдавали. Сдавали, сдавали. И последняя добыча железа где-то в 42-м году, что ли, было. Вот мы в Нюрбинском Олусе были. Ну и мы его вот старинную технологию, вот традиционную технологию добычи железа восстановили. То есть воссоздали вот эту кричную печь, сверодутную печь, получали там кричное железо, оттуда выковывали вот заготовки, из него делали там жанжи, хомусы и так далее. Теперь уже этим все практически занимаются. И даже сейчас уже начинаю говорить, что если кто-то там не добывал и из него не делал вещи, то это уже не может назваться кузнецом. Как бы вот такая вот мода идет теперь уже. Вначале мы думали, что мы для культуры, для интереса делаем что-то типа того, чтобы как-то заинтересовать молодежь, чтобы они промышленности как-то вот заинтересовали, что оказывается можно железо из глины сделать и так далее, чтобы показать. А потом сейчас мы смотрим, оказывается это очень интересное дело, и все рьяны на это взялись, и теперь уже получается, что мы железную культуру народа Саха уже восстановили. И теперь уже национальный Сах Саха без этого не обходится. Круто. Ага, очень круто, конечно. Мы вообще даже не ожидали такого резонанса. И даже получается, что и экономически даже выгодно, потому что кричная железа очень ценится. У него там различных вредных примесей мало, и оно очень хорошо годится для художественной ковки. Очень хорошо куёртся, из него художественные вещи можно сковать. Поэтому он очень дорого ценится. Его вот ребята сбывают. Теперь уже экономически выгодно получается. Мы вот эти технологические режимы и так далее все подобрали, теперь уже в принципе это все делается. Раньше мы там древесну, целый грузовик раскуривали. Сейчас шесть мешков, и уже столько же получаем. Это вообще вот, я просто думаю об этом, то, что это все добывается в Якутии, да. А в Якутии, по сути, такие, ну, я так слышал, такие магнитные есть, ну, резонанс, скажем так, в земле. То, что энергия, ну, Якутии, она очень мощная. И, получается, сам металл такой энергетически заряженный. И еще и сам человек это все выковывает. Какой, получается, инструмент заряженный. Это здорово. Это здорово, да. Ну, и поэтому, наверное, якутские хамусы, они очень ценятся и как бы заказываются. Ну, да, по всему миру. Вот, к сожалению, вот эти сансы и так далее сильно ударили по этому делу. Ну, я думаю, эту проблему все равно можно как-то решить. Ну, да, конечно, надо решить. Есть обходные пути. Но все равно мы как изолированно жить не можем. Все равно, когда-нибудь-то все откроется, и все нормально будет. Вот, хамусами все очень интересуются. Сейчас такой бум идет. У нас в интернете вообще там очень много интересуешься и так далее. Вот на этот вебинар тоже хотели записаться. Там они не смогли попасть и так далее. И вот, к сожалению, не смогли попасть. Ну, я думаю, сейчас как раз-таки интерес очень мощный. И будет это развиваться. И особенно благодаря вам это будет еще усиливаться. Ну, я счастлив, что в этом процессе я тоже сыграл какую-то определенную роль. Здорово. Что бы вы хотели пожелать людям, кто играет на хамусах, кто изготавливает их? Ну, я преподаю в высшем университете, и поэтому постоянно общаюсь с молодежью. Молодежь у нас очень активная, вся насчитанная. Но один недостаток, что у нас слишком много информации. И поэтому в этой информации надо очень сложно найти полезную информацию и целенаправленно развиваться. И вот хамус, я думаю, в этом деле помогает, потому что как бы упорядочивает работу мозга. И таким образом я вот хотел бы, чтобы заинтересовались вот этим инструментом, хотя бы он таким простеньким, маленьким, но тем не менее очень ценным и интересным инструментом. У вас в вашей народности обязательно такой инструмент есть. Его надо развивать, плелеть и воссоздавать, если они потеряны, и как бы развивать свое направление в этом плане. И я думаю, что это только на пользу пойдет. Круто. С вами полностью согласен. Ну что ж, спасибо большое. Ну вам спасибо. Еще раз. С вами был Игорь Негода.